Книга открытым оком тема священства том 3 вопрос 1119 перед рукоположением священник должен жениться или принять монашество а если его рукоположили а потом через какое-то время он принял монашество перед рукоположением не женился то будет ли это нарушением правил Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин Я вам сначала отвечу по Библии а потом к чему мы пришли на сегодняшний день забыв Библию Господь избрал 12 апостолов были ли среди них женаты Евангелие говорит что у Петра была теща а откуда теща если нет жены хотя о ней не говорится ни слова Ивангелие от Матфея 8 14 15 Придя в дом Петров Иисус увидел тещу его лежащую в горячке и коснулся руки ее и горячка оставила ее и она встала и служила им Можем предположить что Христос исцелил ее по просьбе Петра значит он заботился о ней это была не теща из русских анекдотов Иоанн Златоуз говорит что звание апостола это наивысшее звание во вселенной включающее в себя все что бы мы не назвали пророк, учитель, чудотворец, говорящий на языках, истолкователь и тому подобное Их наградил Господь всеми дарами в преизбытке Наличие жены согласно житии святых не препятствует служению Господу Об этом говорят и каноны церковные 1 Коринфянам 9 5 Или не имеем власти иметь спутницу и сестру жену как и прочие апостолы и братья Господни и Кифа Значит апостол Павел знал семейное положение не только Петра Сестры жены у прочих апостолов И он это не опротестовывал, не обличал Петра за это, хотя за другое случалось Откуда же пресловутые наместники апостола Петра, папы римские и наши архиереи взяли непременное условие быть только монахами, истребив полностью женатый епископат Любое соборное постановление по этому вопросу, что сейчас есть в церкви антиевангельское Его нельзя было утверждать Это правило нужно немедленно изъять из книги правил, как написанное вопреки Духу Святому, который является автором Библии Потеряв внутреннее единение с Богом, люди стали устремляться на внешнее И брак объявили греховным, связь с женщиной, удаляющей от Бога Апостол Павел назвал такое учение бесовским от сатаны Есть над чем задуматься неженатому епископату и священству, которые только за последний год За свой гомосексуализм в католической церкви заплатили более 2 миллиардов долларов на судебные издержки А если бы они были женаты, то этого бы ничего и не было Они бы играли дома со своими попадьями, что благословлено Создателем и апостолами 1 Тимофею 4.1.3 Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учениям бесовским Через лицемерия лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил Дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением Цитата Если кто, епископ или пресвитер или диакон, или вообще из священного чина Удаляется от брака и мяса и вина не ради подвига воздержания Но по причине гнушения, забыв, что все добро зело, и что Бог, созидая человека, в мужа и жену сотворил их И таким образом хуля клевещет на создание Или да исправится, или да будет извержен из священного чина и отвержен от церкви Так же и мирянин Апостольское правило 51 И брачное честное И брачное честное сожительство почтенно Ганский собор 21 правило Есть теретики, говорящие, что женатому не спастись Таковых церковь отлучает Если кто порицает брак И женою верную и благочестивую с мужем своим совокупляющуюся гнушается Или порицает оную, как немогущую войти в царствие Да будет под клятвою Если кто девствует или воздерживается, удаляясь от брака, как гнушающийся им, а не ради самой доброты и святыни девства Да будет под клятвою Ганский собор 1.9 Если жена будет гнушаться брака и по этой причине оставит мужа Она под клятвою Ганский собор 14 правило Епископ или пресвитер или диакон Да не изгонит своей жены под видом благоговения Если же изгонит, да будет отлучен от общения церковного А оставаясь непреклонным, да будет извержен от священного чина Апостольское правило 5.51 Есть только одно правило Не быть двоеженцем священнослужителю У попа одна жена Пословица 1 Тимофея 3.2 Но епископ должен быть не порочен Одной жены муж Тресв, целомудрен, благочинен, честен, странно любив, учителен 1 Тимофея 3.12 Диакон должен быть муж одной жены Хорошо управляющей детьми и домом своим Соборные правила действительны и имеют силу только тогда Когда они не противоречат священному писанию Иначе они ошибочны и ведут в заблуждение Уводят от Христа Сейчас есть промежуточная прослойка Между монашеством и женатым священством Целебат Неженатый священник Не принимавший монашеских обетов И твердейшее правило Соблюдаемое в православии Что ни диакон, ни священник Будучи уже в сущем сане Не могут жениться Это они могут сделать только до рукоположения Правило ни на чем не основано Это правило не евангельское Хотя и не противоевангельское Так как нет в Библии ни слова о том Что если бы он был рукоположен Неженатым То нельзя жениться Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!